Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 25 июня. Память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, выночи святовида и Ефросинии, муромских чудотворцев. Этот благочестивый князь Петр происходил из благочестивого и святого рода, воспитан был в православной вере и целомудрии в городе Муроме, и правил княжеством своим во всем, соблюдая строгую справедливость. Когда наступило время, он сочетался браком с благоверной княгиней Февронии, которая также происходила из благочестивого рода и тщательно была наставлена в благочестии. Будучи таким образом оба святыми и праведными людьми, блаженно Петр и Феврония любили чистоту и целомудрие, и всегда были милостивыми, справедливыми и кроткими. Они избавляли от власти обижающих тех, кто подвергался обидам, достойно чтили лиц иноческого и священнического звания, подавая им пособия, с великим милосердием относились к бедным и усердно упражнялись в посте и воздержании. Желая по слову Господу наследовать землю кротких и снискать себе вечное блаженство праведников, они, кроме того и во всем прочем, весьма много угодили Христу своими добрыми делами. Достигший затем маститой старости, блаженный Петр впал в телесный недуг и принял пострижение, причем он выноществе, данное было ему имя, Давида. После этого, немного поболев, он с твердой верой приставился к Богу в Царство Небесное. Точно так же и святая княгиня Феврония, исполняя искреннее свое желание, постриглась в иночество, получив в иноческом звании имя Ефросиния, и, подобно супругу своему, с непоколебимой верой и чистой совестью, представилась, предавши душу свою в руки Божии. Таким образом, оба святые супруги унаследовали землю кротких, которые с юных лет так желали. После кончины блаженного князя Петра, вельможи и бояре оплакивали его, как отца. Горожане, как заступника своего и защитника. Бедные, вдовы и неимущие пропитание, как своего кормителя и помощника. Честные мощи святые князи и княгини с торжеством проводили, все жители города и похоронили их в одном гробе в городе Муроме. Святые и до сего дня через честные мощи свои совершают во славу Божьей чудеса тем, что с верою обращаются к ним. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok